У меня вместо хлопушки я кашляю. Всем привет и слава Украине. Передача новостей из Кавказа продолжает свою работу. И сегодня у нас новый гость, с которым, я уверен, мы будем часто и интересно встречаться. Это политический аналитик Микаел Золян. Приветствую, Микаел, очень рад вас видеть. Гамар Джоба, очень рад вас видеть. И да, я тоже надеюсь, что это первый, но не последний раз. Регулярно, я надеюсь, на регулярность. Значит, смотрите, мы с вами пройдемся сейчас по внешней, по пробке внешней политики. Но один мой друг, кстати, из Армении, я просто не хочу сейчас назвать его имя без его разрешения. Он говорил, что во всех странах говорят, что внешняя политика является продолжением внутренней. А в таких странах, как наши, на Южном Кавказе, внутренняя политика является продолжением внешней. Насколько это, до ваших взгляд, верное выражение? Ну, я думаю, во многом, да, это действительно описывает то, что происходит, как минимум, в Армении, и особенно после вот 2020 года. Но и, наверное, на протяжении последних 30 лет я вот сейчас как раз занимаюсь, ну, я вообще историк по специальности, и сейчас я занимаюсь исследованием риторики, предвыборной риторики, которая была в Армении во время президентских выборов, вот до предыдущей, ну, сейчас у нас парламентская система, до этого была президентская. И вот когда смотришь, в чем были разногласия, на самом деле основные разногласия между политическими силами, по большому счету, были по поводу внешней политики. Потому что и конкретно Карабахского урегулирования отношений с Россией, отношений с Турцией и так далее. Потому что в том, что касается внутренней политики, одна и та же риторика на всех выборах, да, то есть власть коррумпированная, выборы сфальсифицированы, и в большинстве случаев это так и было, и просто меняются имена оппозиционеров и тех, кто у власти, да, те, кто в оппозиции, они говорят одно и то же, те, кто во власти, они говорят, что вот оппозиция безответственные какие-то люди и так далее. Но вот концептуальные разногласия, по сути, внутри армейской политической элиты, они, если и были, то были по поводу внешней политики и по поводу вот этого комплекса вопросов, которые связаны с Карабахом, соотношениями с Россией, отношениями с Турцией. Например, про Грузию или Иран тоже особо не о чем как бы дискутировать, потому что там все понятно, нужно дружить, налаживать отношения и так далее. А вот как быть с проблемами, которые есть с двумя другими соседами, и в связи с этим тоже, как строить взаимоотношения с Россией. Вот это концептуальный вопрос, и по поводу этого были разногласия, которые не всегда были публичные. То есть часто это были разногласия внутри одной и той же команды. Вот, например, во время первого президента Леона Тарпетрусана эти разногласия были внутри команды, и потом они как бы вышли наружу. Это проявилось в том, что, по сути, произошел государственный переворот, Тарпетрусана отстранили и так далее. Но я боюсь, что я слишком, если углублюсь в эти вопросы, то мы до сегодняшней повестки не дойдем. Хотя мне кажется, это все взаимосвязано. Это всегда чертовски интересно, потому что, чтобы понять сегодняшний день обязательно, ну, это как бы профессионально и у меня и у вас, обязательно нужно заглядывать в будущее в том числе и в недавнее будущее нужно заглядывать и его анализировать, иначе мы ничего не поймем из того, что происходит сегодня. Кстати, вы упомянули парламентскую республику, переход с президентской на парламентскую республику. Я думаю, он неоднократно пожалел об этом. Сэр Сарксиан, как вы думаете, пожалел о том, что он изменил систему? Я думаю, Сэр Сарксиан самый счастливый человек в Армении, потому что, если бы он не ушел от власти, то вот все эти проблемы, с которыми сейчас приходится сталкивать Николу Пашиняну, с этим всем столкнулся бы он. И он, если бы не было вот этой революцией 2018 года, я думаю, у Сэр Сарксиана были бы намного более серьезные проблемы. Сейчас он такой в позиции человека, который, при нем все было хорошо, не было войны, вот он вот с таких позиций выступает, но на самом деле, я думаю, это был для него исторический шанс, и он этим шансом воспользовался. Конечно, не думаю, что он в то время так это воспринимал. Конечно, когда происходили события 2018 года, наверное, ему было обидно, что это все так повернулось. Вообще, Сэр Сарксиан известен тем, что он такой, как бы, у него был имидж такого шахматиста, в отличие от Хочаряна, который, как бы, намного более такой грубый игрок. И я не исключаю, что Сарксиан, в принципе, понимал, что его ждет, и поэтому это было одним из тех факторов, которые повлияли на его решение уйти в отставку. Потому что он понимал, что даже если ему удастся сохранить власть, то все равно война, которая случилась в 2020 году, она случилась бы рано или поздно, и Сарксиану пришлось бы со всем этим разбираться. А так он ушел, с этим пришлось разбираться Пашиняну, это все удалось, так сказать, повесить на революцию, что вот это все произошло, потому что была революция, развалили государство и так далее, и так далее. Поэтому я думаю, что вот именно Сарксиан, он в конечном итоге выиграл от этого всего. Хотя, конечно, если говорить именно о том, что вот он провел конституционную реформу, то я думаю, что он не мог ожидать, что про то, что, чего произошло. Но, знаете, здесь еще есть такой интересный момент, что вот как и в Грузии, да, в конечном итоге, я думаю, что независимо от того, из каких соображений эта конституционная реформа делалась. В конечном итоге то, что у нас сейчас парламентская система, я думаю, это позитивно, потому что в целом парламентская система, она более, как мне кажется, демократична. Она меньше способствует вот такой концентрации власти в руках одного человека и больше способствует культуре компромиссов, да, больше способствует какому-то формированию демократической политической культуры. Пока, конечно, мы этого, к сожалению, не видим, но в перспективе, я думаю, для Армении это более правильная форма управления. В перспективе, несомненно, вот просто, ну, во-первых, я бы с Арксеном хочу сказать, если он все это понимал и не мог не понимать, и не мог не выйти, просто уйти как человек разве не вариант? Просто взять и уйти. Ну, спасибо, ребята, я два сроков был, все, я ухожу. Вот этот момент, он мне непонятен, как они перерастают к этому кресту и не хотят от него отлипать. Ну, я думаю, здесь есть несколько моментов. Во-первых, как бы у большинства постсоветских лидеров есть такие эпизоды в биографии, за которые им потом может светить преследование уголовное, причем иногда это преследование как бы абсолютно оправданное, иногда это политическое преследование, но все равно это перспектива есть. И второй момент, я думаю, что слишком много интересов было конкретно, что касается сэра Сарксена, слишком много интересов на нем замыкалось, да, то есть он был удобен вот различным группам олигархи, политическим группам, внешним силам, они вот как бы выстроили какую-то систему, в центре ее стоял сэр Сарксен, и вот если бы он оттуда вышел, то вся система развалилась бы. Но здесь, конечно, в том, что касается сэра Сарксена и событий 2018 года, в Армении очень много разных версий, некоторые откровенно конспирологические, вплоть до того, что вот Никол Пашинян, он человек сэр Сарксена, что, я думаю, сторонники и Пашиняна, и Сарксена как бы в одинаковой мере от этой версии как бы не очень уютно, ну, это, я думаю, абсурдная версия, да, но есть и более такие как бы предположения, близкие к реальности, что на самом деле был такой российский проект, по которому реальная власть должна была остаться у других людей, ну и сэр Сарксен как бы должен был либо уйти, либо превратиться в такую английскую королеву, ну или короля уже сейчас, да, вот, но сам сэр Сарксен это предотвратил, и в этом плане, конечно, сэр Сарксена всегда считали таким королем королем дворцовой интриги, да, то есть он и в свое время, например, он себя смог сделать безальтернативным наследником Кочаряна, да, потому что там обсуждались другие варианты, там Кочарян сам хотел бы остаться в роли Путина, а вместо себя посадить какого-то второстепенного человека, но Сарксен это все предотвратил, и он очень быстро констализировал власть, поэтому я думаю, что вот то, что касается такой дворцовой интриги, то Сарксен был, конечно, мастер с этого дела. Другое дело, что ни он, ни Кочарян это не публичные политики, и вот в условиях демократии, в условиях публичных дебатов, в условиях, когда все зависит от того, как ты можешь сформулировать свои мысли и повести за собой общество, они оказались фактически без, да, без каких-то преимуществ, да, они оказались без преимуществ, и здесь, конечно, с Пашиняном им не удалось конкурировать. Все мы помним встречу в Мэриоте, хорошо помним встречу в Мэриоте, поэтому, ну, как бы, да. А по поводу президентской и парламентской власти, понятно, что с точки зрения демократических институтов, да, но учитывая, ведь это еще и развитость общества и демократических институтов, учитывая это и учитывая общий контур ситуации, в общем-то, наверное, президентская власть, ну, реформа, как минимум, при президентской власти точно проще говорить, чем при парламентской, хотя, если мы возьмем сейчас Пашиняна, ему не сильно мешает, по-моему, парламентская форма, в принципе, он обладает теми же полномочиями, что если бы был президентом, он бы, наверное, делал бы что-нибудь другое, наверное, тоже самое. Здесь, знаете, да, очень много, то есть, есть и критика вот этой парламентской формы, что при ней получается, что если у, ну, есть большинство в парламенте, а большинство обычно есть, да, если человека назначили премьером, то он может делать все, что хочет, и в этом плане, конечно, возможно, если смотреть на теоретический, да, как бы аспект, то может быть даже окажется, что у премьер-министра больше полномочий, чем было у президента. Но я думаю, что здесь скорее дело в политической культуре и в том, как вот эта президентская форма правления, она вот такую квазимонархическую какую-то уже политическую культуру создавала в Армении, и, в принципе, первый президент это был человек, который считался либералом, демократом, да, Левонтор Петрусян, но и при нем уже начались первые проблемы с демократией, первые фальсификации, первое, как бы, возникновение каких-то зародышей, да, олигархии. И поэтому я думаю, что вот это лично мое мнение, что все-таки парламентская система, она больше способствует демократической культуре, потому что все-таки есть ощущение, что решения принимаются в парламенте, да, даже если в конечном итоге решение принимает премьер-министр, но выбирает премьер-министра парламент, происходит какое-то обсуждение в парламенте у людей, которые в правящей фракции, да, есть определенное влияние на принятие решений. И плюс пока Армения еще не была в той ситуации, когда при парламентской системе власть формируется коалицией. Но я не исключаю, что вот на следующих выборах, особенно если учитывать, например, последние результаты опросов, там, где Пашинян и гражданский договор, его партия, они на первом месте, но с достаточно низкими цифрами, да, то есть Пашинян лично там 14%, гражданский договор, по-моему, 23%, у всех остальных намного меньше, там буквально 1-2-3%, но при этом вот если эта тенденция сохранится, то, скорее всего, на следующих выборах уже придется создавать коалицию. И вот это, я думаю, может быть таким достаточно прорывным моментом для армянской демократии. Но, вы знаете, сейчас есть еще такое вот ощущение, что потенциальные лидеры оппозиции, то есть те люди, которые могли бы серьезную заявку сделать на то, чтобы прийти к власти, они стараются как бы держаться потише, не особенно как бы выступать, да, потому что очень серьезная ситуация внешнеполитическая, и в этой ситуации никто не хочет брать на себя ответственность. То есть при всем том, что очень много критики в адрес Пашиняна, но я вот не вижу каких-то лидеров, которые вот были бы готовы бросить ему вызов и представить какую-то альтернативную программу действий. Да, власти превратились в такую горячую картошку, которую вот Пашиняна, которая жонглирует, но все остальные опустили руки и не подставляют их, чтобы если что, чтобы они тихонять, чтобы выкинули вот эту горячую картошку. Вы знаете, раз уж мы пошли вот так степ-бай степ, давайте все-таки вернемся в 2018 год, 2018-2019 год, 2020 год начало. Как вы считаете, было ли это окном возможности для какого-то урегулирования, какого-то снижения градуса в конкретне, в войне между Азербайджаном и Арменией? Ну, вы знаете, этот вопрос, наверное, один из всех вопросов, который занимает очень многих в Армении. И для меня это еще такой личный вопрос, потому что я вот в этот период занимался политикой, я был депутатом парламента вот с конца, ну, в конце 2018 года были выборы и до 2021 года, то есть это вот именно этот период. И, естественно, я очень много думал об этом. Мне кажется, здесь как бы есть два уровня этого вопроса, теоретический и практический. То есть теоретически, да, возможно, это был действительно период, когда могли быть какие-то изменения, потому что у Пашиняна был большой такой запас прочности, да, вся Армения, как бы, ну, или 70 процентов, 80 процентов его поддерживали. В международной политике у него был достаточно серьезный такой аванс, да, если можно выразиться. Но если мы говорим о практике, да, то есть вот что было возможно на самом деле, то мне кажется, этих возможностей уже не было. Почему? По двум причинам. Во-первых, все-таки зависимость Армении от России, она уже была такая, что как бы без каких-то тектонических изменений от этой зависимости избавиться нельзя было. А Россия, понятно, что она не позволила бы Армении как-то уйти на Запад или достичь какого-то прогресса в урегулировании Карабахского конфликта, который не соответствовал бы интересам России. И в этом плане, я думаю, что вот если бы революция произошла, скажем там, на 10 лет раньше, да, вот вы помните, в 2008 году были протесты, ну, там был Левонтер Петрусян, бидер оппозиции, который тоже, как бы, для многих был неприемлемой фигурой. И в конечном итоге это все закончилось. Пашиньян был, да, но он был, так сказать, на вторых ролях. Он, на самом деле, тогда именно стало понятно, что он серьезный политический деятель, но, в принципе, как бы лидер оппозиции был Дер Петрусян, и он все-таки не мог за собой повести вот такое большинство армян, как это произошло в 2018 году, потому что было много вещей, которые ему не могли простить, да, и некоторые из них объективные, а некоторые субъективные. То есть некоторые из них просто, как бы, его обвиняли в том, чем он не имел, к чему он не имел отношения, а некоторые вещи действительно это его ответственность. Но это другая тема. Вот если бы, скажем, в 2008 году произошли эти события, то, может быть, после этого еще можно было поменять траекторию геополитического развития Армении. Но после этого произошли очень серьезные два, две такие вихи были. Первое – это провал армяно-турецкой футбольной дипломатии. Я уверен, вы помните, да, вот приезжал президент Турции, тогда это был Гюль, Сарксян, тогда был президент Армении, поехал в Турцию, но и даже подписали протоколы о нормализации отношений, но из этого ничего не вышло. И это был один фактор. И второй – это вступление Армении в Евразийский экономический союз. Опять-таки, я думаю, вы помните, как это происходило. То есть, шло обсуждение о том, что должен был подписан договор об ассоциации между Арменией и Евросоюзом, который должен был включать и экономическую интеграцию. Но под давлением России очень жестко, очень быстро Армения от этого оказалась. и ей пришлось, значит, войти в Евразийский экономический союз. То есть, после этого уже Армения оказалась как бы институционально заперта, да, вот в этой клетке, и выйти из нее без каких-то больших потерь было практически невозможно. И второй фактор – это то, что в армянском обществе не было осознания тех опасностей, которые поостерегали Армению. То есть, была такая эйфория после революции. И поскольку десятками лет армянам говорили, что, ну, по сути, проблема Нагорного Карабаха решена, у нас есть геополитические какие-то отношения с Россией, что Россия при всех, как бы, минусах того, что там, возможно, происходит, это все-таки гарант безопасности Армении и Карабаха. И поэтому, как бы, вот, нету необходимости что-то менять. И, к сожалению, вот эта команда, которая пришла в 2018 году, она и не могла, и не ставила такой целью, как бы, поменять внешнеполитический вектор. Я сам это прекрасно помню, потому что я сам был в этой команде. И господствующий вот консенсус в Армении был такой, что, да, ну, мы понимаем, что Россия это, как бы, не самая надежная страна, и что в отношениях с Россией возможны проблемы, но все-таки геополитические интересы России, они требуют, чтобы вот как-то поддерживать Армению и не сдать ее полностью. Ну, в 2020 году оказалось, что это не так. Ну, и многое другое тоже люди начали понимать. Но вот в тот момент это был такой общий консенсус, который очень немногие ставили под сомнение, да, поэтому даже если и, возможно, у Пашиняна, как бы, было понимание, что что-то нужно менять, но в целом и в команде, и в государственной системе, и среди тех людей, которые формируют общественное мнение, да, в экспертном сообществе, все-таки там не было вот такого, там был наоборот, консенсус, что лучше ничего не трогать, раз оно работает, то пусть работает. И наоборот, даже вот первое время Пашиняна старался как-то доказать России, что вот это не цветная революция, он там не соросовец, он не пытается как-то, значит, вывести Армению из-под влияния России. И сейчас мы понимаем, конечно, что вот это все было абсолютно бессмысленно, потому что как бы какие-то геополитические решения уже, возможно, были приняты на этот момент. Но вот такие были настроения в Армении, к сожалению. Ну и система Пашиняна, ну, у Пашиняна очень был хороший кредит доверия на Западе, в принципе. У него сложились, я не знаю, до этого были или нет, но сложились очень близкие отношения, именно личные отношения, и это видно, при встрече с тем же Макроном. То есть, в принципе, Пашиняна, так Пашиняна очень позитивно относилась к диаспорам. И, в принципе, я думаю, что какое-то окно, вот вы же, вы не зря связались же, вы сказали, что сначала переоритация на Запад, а потом урегулировали отношения. То есть, как я понимаю, без этой переоритации, ну, без, даже не переоритации, а системы сдерживания противогресса сдерживания Запада говорить о том, что идем на какое-то окно, было абсолютно невозможно. Так ли это? Ну, да, я думаю, знаете, здесь, на самом деле, даже это не после, а вот все это, если бы это произошло, то должно было происходить одновременно. И действительно, ну, я здесь думаю, знаете, здесь проблема, опять-таки, из обеих сторон идет. Такой немного замкнутый круг получался в отношениях Армении и Запада, и до Пашиняна, но до Пашиняна это было понятно. Ну, и, к сожалению, вот в первые годы власти Пашиняна это тоже проявляло, проявилось, потому что, с одной стороны, Запад не давал каких-то гарантий Армении, да, то есть, и мы видели, что, ну, например, Украина и Грузия, которые уже, да, сколько лет идут на Запад, но вот даже Украина и Грузия не получили членство в НАТО. В 2008 году в Грузии, в 2014 году в Украине, ну, НАТО не оказало военной помощи и так далее. То есть, это все было перед глазами, и мы понимали, что вот Россия, она, может быть, и слабеет, но она вот здесь, в регионе, со своими войсками, а Запад далеко. И с другой стороны, поскольку вот мы это видели, то и не было той работы, которая должна была быть, да, то есть, если бы, несмотря на все это, со стороны Армении были бы какие-то усилия, мы бы там, да, Армения пыталась бы показать Западу, что вот мы хотим вырваться из этой системы и так далее, то, возможно, и со стороны Запада был бы определенный ответ. Но в итоге получалось, что вот и там, и там, как бы, есть какая-то, ну, обоюдная симпатия, да, можно так сказать, особенно вот действительно у Пашиняна сложились очень хорошие отношения вот с Макроном и Трюдоу, например, да, они просто, как бы, ну, достаточно похожи по своей политической биографии, ну, с той разницей, что, конечно, в Канаде и Франции не нужно революцию делать, да, там можно просто выиграть выборы, но это, как бы, молодые люди, которые какие-то новые подходы, но и, например, Ангела Меркель тоже очень хорошо отзывалась о Пашиняне. И в целом, конечно, вот эта революция, которая произошла, она достаточно позитивный имидж создала и новой власти, и Армении в целом. Но здесь, я думаю, нужно еще учитывать, что все-таки эти 30 лет постсоветской истории Армении, они еще и, как бы, ознаменовались тем, что влияние России, оно становилось все более-более глубоким. То есть оно, это уже было не только, вот, скажем, в сфере безопасности, да, но и в сфере экономики, и в сфере информационной, да, и проникновение российских, ну, я не хочу говорить слово, там, агенты и так далее, но вот людей в России... То есть, я не хочу сказать, что вот все, допустим... Мы говорим о революционном корпусе, например, во Франции или в США, почему мы не можем говорить о российском корпусе в Армении? Ну, конечно, то есть, во-первых, там были люди, которые просто буквально работали с какими-то российскими структурами, во-вторых, были люди, которые просто по инерции, там, еще с советских времен, там, из 90-х, ну, они представляли так, что вот Армения, как бы, ну, в России, да куда еще... И, в-третьих, было вот это представление, которое во многом основано на исторических событиях, основано на том, что вот сейчас происходит, то, что вот если не Россия, то Турция и Азербайджан, как бы, это смертельная опасность для Армении. И нельзя сказать, что это представление абсолютно как бы безосновательно, то есть, было достаточно много агрессивных шагов со стороны Турции, конфликт с Азербайджаном. Другое дело, что вот из каких-то реальных событий, да, вот из этого формировался такой миф, что вот Россия нас спасет, а вот Турция и Азербайджан только и хотят нас уничтожить, и больше никто, кроме России, нас одних спасти не может, да. И вот очень многие люди в это верили, к сожалению, и потребовались очень драматические события, в частности, война 2020 года, нападение России на Украину, чтобы вот этот миф разрушился. Причем, опять-таки, нельзя сказать, что он окончательно разрушен, да, то есть опросы показывают, что уже все-таки большинство жителей Армении по-другому оценивают события, но все еще достаточно много людей, которые держатся вот этих старых представлений. Кстати, по отношению к России, я почувствовал, что резко стало меняться общественное мнение Армении после 2016 года, и вот, ладно, 2016 год это связано с вопросами безопасности, и после Электромайдана. Я думаю, да, это, я думаю, это, конечно, был постепенный процесс, и там и события вот 1 марта 2008 года какую-то роль сыграли, и потом вот то, что произошло в связи с вступлением Армении в Евразийский союз, но все-таки это были скорее какие-то вещи, которые влияли на вот интеллигенцию, элиту, да, там, гражданское общество, а вот уже как бы вот широкий, как бы массой, я думаю, для них все стало ясно уже в 2020 году. Частично, конечно, в 2016 году, Апрельская война, Электромайдан, в свою очередь, да, там очень большую роль сыграли поставки вооружения Азербайджану, да, то есть это тема, которая обсуждалась, и даже Серж Арксян об этом говорил, открыто говорил даже иногда, что, в принципе, тогда не было принято. И, конечно, у очень многих армян возникал вопрос, что вот если Россия наш союзник, то почему они продают в таком количестве вооружения Азербайджану? Ну, конечно, российские официальные лица и пропаганда как-то вот давали какие-то ответы на это. Но вот уже после 2020 года стало сложно как бы вот не замечать то, что происходит. И если были какие-то последние сомнения, то, я думаю, они развеялись то уже после начала вот агрессии России против Украины. Но на самом деле, конечно, то, что я говорю, это все-таки относится, я думаю, к большинству населения, но не ко всем. То есть есть группы, которые все-таки продолжают придерживаться каких-то вот этих старых представлений. И, к сожалению, их достаточно много и среди тех, кто вот работает в государственной системе, да, скажем, в образовании, в СМИ и так далее. И вот у них так другая немного картина мира. То есть они объясняют поведение России тем, что вот Пашинян был недостаточно хорошим союзником России. Что вот мы сделали революцию, и вот Россия нам этого не простила, и вот поэтому как бы мы сами виноваты по большому счету. И вот решение проблемы вот эти люди видят в том, что нужно наоборот как-то ближе интегрироваться с Россией. Может быть даже за счет потери независимости и суверенитета, но вот Россия все-таки нам поможет. Но таких людей, конечно, все меньше и меньше. И в этом свою роль играют успехи украинской армии. То есть каждый очередной как бы показатель того, что Россия терпит поражение в Украине, он способствует тому, чтобы в Армении как бы новая партия людей начинала как-то по-другому относиться к тому, что происходит. Корреляция есть между выбором Пашиняна и выбором гражданского договора и внешнеполитическим курсом. То есть у меня такое, честно говоря, впечатление сложилось, что голосуя за гражданский договор далеко не все голосуют именно за внешнеполитическим курсом. Просто больше не хотят видеть старых. Или может быть это впечатление ошибочное, я не знаю. Ну в основе, да, в основе правы. То есть действительно основной фактор, который способствовал тому, что Пашинян победил в 2021 году уже после войны, это то, что большинство Армении не хотело возврата вот этих бывших правителей, да, в частности Кочаряна. Но я думаю, что есть определенная корреляция и в плане внешнеполитического выбора. Может быть она не стопроцентная, но я уверен, что среди тех, кто выбрал Кочаряна, гораздо больше людей, которые вот как бы считают, что Армении нужно интегрироваться с Россией или Россия может нам помочь и так далее. И наоборот, среди тех, кто выбирал Пашиняна, гораздо больше людей, которые считают, что нужно от России как-то дистанцироваться и так далее. Но понятно, что как бы это вот не единственный фактор и есть и многие другие факторы. И есть очень большое количество людей, которые одинаково плохо относятся к Кочаряну и Пашиняну, но при этом как бы и к России тоже не очень хорошо относятся. Ну прямой корреляции понятно, что нет, но я думаю, что все-таки те, которые за Кочаряна, те почти 100% за Россию. А вот те, которые за Пашиняна, совсем не обязательно против России. Скорее там другая мотивация идет. И самый сложный. В общем-то Пашиняну придется принимать сейчас и приходится уже принимать регистрационные решения. Мой друг Владимир Копчак, он все время говорит о том, что Пашиняну усилить личную охрану. Пашиняну усилить личную охрану. Пашиняну нужно усиливать личную охрану? Ну, я думаю, что у Пашиняна достаточно сильная личная охрана. Но вот недавно был инцидент с сыном Пашиняна. И вот там действительно есть вопросы к этой охране. Потому что, ну, не знаю, насколько вы знаете, что произошло. Давайте так. Допустим, наши зрители не знают по этому другу. Знаете, как о нигде про рачельцев, когда приехали, часть рачельцев приехала в город и не знала адреса. И послала телеграмму своим родственникам. А вы адрес говорит, знаете, куда приехать? А ответ был, знаем. Ну, знаю бы. Ну, в общем, произошла очень такая неприятная история. Там, ну, по официальной версии была попытка похищения сына Пашиняна. И это сделали, ну, есть такая организация родителей погибших в войне 2020 года. Ну, понятно, что это не все, да. То есть там в войне погибло 4000 человек. И понятно, что у них родственники погибших, это очень разные люди. Но вот есть группа, которая очень против Пашиняна. И, судя по всему, их поддерживает вот этот лагерь Кочаряна. Манипулирует чувствами людей, потому что понятно, что это несчастные люди. И, конечно, к ним можно относиться только с сочувствием огромным. Но при этом, к сожалению, вот некоторые политические силы манипулируют ими. И вот была какая-то вот странная история, когда была попытка похищения сына Пашиняна. Непонятно, что хотели с ним сделать. Ну, и арестовали вот эту женщину, которая в этом участвовала. И вопрос здесь к охране сына Пашиняна. Потому что у Пашиняна несколько детей. И понятно, что до сих пор чем отличалась Армения в целом от многих других стран. И именно власть Пашиняна от предыдущих властей. Да, что и сами представители власти, и члены их семей, они спокойно ходили по городу. Там никто им ничего не говорил. И они сами ходили без охранников и так далее. Но сейчас, конечно, уже не такая ситуация. Я думаю, действительно, здесь нужно усилить охрану. И здесь, действительно, Армения это страна, где в 99-м году, мы помним, 27 октября, произошел теракт в парламенте, когда был убит премьер-министр и председатель парламента. И, по сути, такое единобластное правление Кочаряна началось после этого. Потому что те, кто был убит, это Демирчан и Вазген Сарксян, это были очень сильные политики. И, по сути, они управляли Арменией, а Кочарян больше символическую роль выполнял. Поэтому я думаю, что это действительно очень серьезная проблема. И, действительно, усиление охраны, какая-то работа спецслужб, возможно, в сотрудничестве с спецслужбами других западных, в частности, СТРАД, это все, конечно, необходимо. Понятно. И в связи с тем, что у нас много времени, вот смотрите, несколько таких вопросов. Вот, например, миссия наблюдателей Европейского Союза. Насколько вероятно появление миссии ОДКБ и чем эти миссии могут друг друга обижать? Или, в принципе, ничем не могут, ничем не решают, но будут и будут? Да, это хороший вопрос. Насколько я понимаю, армянские сейчас власти, они не хотят внести ОДКБ. ОДКБ. Ну, официальное объяснение такое, что ОДКБ не выразился по поводу того, что произошло в сентябре прошлого года, когда была атака Азербайджана на международную признанную территорию Армении. И, по сути, ОДКБ говорит, что мы не знаем, где проходит граница Армении. Да, вот Евросоюз, он принимает, поскольку было, значит, заявление в Праге совместное, Алиева и Пашиняна, и сейчас оно подтвердилось, что вот мы принимаем границу 91-го года за основу, которые напомянуты в алматинском документе, да, про создание СНГ. Вот Евросоюз считает, что вот это граница Армении, а ОДКБ, получается, что не знает, где граница Армении. Ну, это официальное обоснование. А на практике, я думаю, есть опасения, что вот эти наблюдатели ОДКБ еще неизвестно, насколько они будут объективны и не будут ли они подыгрывать Азербайджану. Потому что в целом мы видим, что вот в Нагорном Карабахе, где расположены миротворцы российские, так называемые, да, они как бы вполне с Азербайджаном сотрудничают. И в том, что касается, например, блокады Лачинского коридора, установления блокпоста, несколько армянских деревень были фактически переданы Азербайджану. То есть, если эти наблюдатели ОДКБ будут себя вести так же, как эти российские миротворцы, то от этого только вред может быть Армении. Плюс мы понимаем, что вот европейские наблюдатели, да, мы понимаем на основе каких как бы правовых и ценностных установок они работают. Да, мы понимаем, что вот есть Европейский союз, у них есть определенные ценности, у них есть какая-то, да, то есть понятно, что чего хочет, грубо говоря, Европейский союз. Какая будет цель техноблюдателей ОДКБ, непонятно. Ну и, наконец, самое главное, что ОДКБ, в принципе, это все-таки военный союз. И, по идее, если бы он действовал, то страны ОДКБ должны были прийти на помощь Армении в тот момент, когда произошла атака на ее суверенную территорию. Но этого не произошло, и даже вооружение, которое, по идее, в свое время ОДКБ должен был, через ОДКБ должно было быть легче приобретать вооружение для Армении. Сейчас Россия не поставляет вооружение Армении, другие страны ОДКБ тем более. Поэтому есть, в целом, установка на то, чтобы дистанцироваться от ОДКБ. Ну и плюс, конечно, более широкий контекст, что, в конце концов, Россия – это сейчас токсичная страна, ОДКБ – это такое тоже токсичное образование. И, я думаю, в этом плане все страны ОДКБ, кроме Беларуси, может быть, они тоже тяготятся тем, что они находятся в ОДКБ. Но и выйти оттуда без таких серьезных рисков тоже нельзя. Поэтому, я думаю, что и Армения, и другие страны, они все-таки так ждут, когда ОДКБ сам как-то перестанет существовать, и можно будет без больших рисков и осложнений как-то из него выйти. Ну да, были демоны неотрицаемые, но они самоликвидировались демонами. Примерно то же самое, да. Вы знаете, вот в связи с этим очень интересный момент, мы еще по оружию поговорим в двух словах. Но в связи с этим интересный момент, когда шли переговоры, когда мы мерзаем в Москве, новости Армения, опубликовала интересную информацию, что, мол, российские войска, не ОДКБ, а российские войска, становятся вдоль границ Армении, взаимопозиции вдоль границ Армении и Азербайджана. И эта договоренность достигнута 9 мая по приезду Пашняна в Москву. После этого эта новость поддержалась часа три, ссылка была на ТАСС. Ну, полезли в ТАСС, посмотрели, в ТАСС ничего не было. Это было что? Это было... Прощупывание общественного мнения Армении, Азербайджана, Запада, еще кого-то. Я, честно говоря, даже не видел эту новость, и, наверное, она настолько мало продержалась, что даже я не успел как-то... Ну, понимаете, такие вещи все время происходят, и, возможно, это просто какой-то элемент какой-то российской пропаганды. Возможно, да, вы правы, это какое-то прощупывание общественного мнения и Армении, и других. Но понятно, что если Армения не горит желанием как бы принять вот этих наблюдателей ОДКБ, то тем более какое-то такое массовое... Такие действия, я думаю, тем более для Армении неприемлемы. Там есть участки на границе, где расположены российские войска, но вот во время событий сентября 2022 года, когда была атака на территорию Армении, российские войска заблаговременно ушли. То есть вот те участки, где они должны были быть, там их не было. Ну, как это произошло, мы не знаем, но понятно, что как бы рассчитывать на российские войска как такую гарантию безопасности уже Армения не может. Ну, и по поставкам вооружения еще. Наскуда я понимаю, Россия не может поставлять вооружение, даже то, которое оплачено Армении. Были разговоры про индийские контакты, как, в каком состоянии, честно говоря, хотелось бы вас спросить, и про французов. Что на этом треке? Ну, во-первых, я не обладаю полной информацией, потому что в целом эта информация закрыта. Но кое-что говорят представители власти, и какие-то происходят утечки. Ну, или, допустим, что касается индийского вооружения, об этом писали, например, индийские СМИ. И там, да, было несколько контрактов на поставку различного рода вооружений. Там, если я не ошибаюсь, минометы, системы залпового огня и так далее. Но непонятно, в какой... То есть соглашение есть, но непонятно, они доехали до Армении или нет. Что касается Франции и вообще других стран, так сказать, западного блока, то, я думаю, вот в последнем своем выступлении на пресс-конференции Пашинян намекнул именно на это, когда он сказал, что вот есть страны, которые готовы нам продавать оружие, но для них неприемлемо продавать оружие в стране, которая состоит в ОДКБ. То есть, я думаю, вот что касается Франции или других стран, которые состоят в НАТО, то здесь, конечно, то, что Армения является членом ОДКБ, это препятствие. Потому что понятно, что даже если, окей, сейчас власть Армении ведет другую политику, но все равно формально Армения остается членом ОДКБ, есть какие-то институциональные связи. И, естественно, Запад не хочет, чтобы западное вооружение попало в руки российских специалистов или даже у российских специалистов, чтобы мог теоретически быть какой-то доступ к ним. Поэтому вот это, на самом деле, один из основных аргументов в пользу того, чтобы Армения, как можно скорее, вышла из ОДКБ. Потому что ОДКБ в плане вооружения Армении никак не помогает. Как вы совершенно правильно отметили, Россия не поставляет, не хочет или не может, это уже другой вопрос. Скорее всего, ни то, ни другое, но с точки зрения Армении это уже не важно. И, конечно, тот дисбаланс, который есть между Арменией и Азербайджаном в военном отношении, это очень серьезная проблема для Армении. И, я думаю, это в целом и для региона тоже не очень хорошо. И если смотреть с точки зрения перспектив мирного процесса, то вот такой дисбаланс – это всегда минус, потому что у одной стороны, получается, нет мотивации идти на какие-то компромиссы. И вот мы это сейчас видим, что Азербайджан, по сути, хочет выжать все, что возможно из Армении. Поэтому, если военный баланс будет восстановлен, понятно, это не про то, что Армения попытается как-то взять реванш и так далее. То есть, я думаю, вот эта страница уже давно закрыта. И если Армения пытается приобрести вооружение, это не для того, чтобы взять реванш. Это для того, чтобы просто обеспечить свою безопасность и быть в состоянии вести диалог с соседями на равных хотя бы или приближенных к этому условиях. Поэтому, в принципе, на Западе есть понимание, что да, Армении необходимо вооружение, Армении необходимо модернизировать свою армию. И здесь, кстати, дело не только в вооружениях. На самом деле, вооружение можно еще откуда-то найти, но Армении очень нужно партнерство с западными странами в плане реформы вооруженных сил. Мы видим, как Украина за несколько лет, по сути, модернизировала свои вооруженные силы. И теперь украинская армия одна из самых сильных в мире, если не самая сильная. То есть, поскольку, да, самая точная. Да, и понятно, что армянская армия, она вот в течение последних 30 лет, она, по сути, строилась по образцу и подобию российской армии. И многие проблемы, которые есть в российской армии, они присутствуют и в армянской армии. После войны 2020 года, конечно, происходят какие-то изменения. Но я думаю, для того, чтобы вот эта модернизация и армии, и в целом всего сектора безопасности была эффективной, необходимо партнерство с западными странами. И это намного больше, чем просто поставки вооружения. И здесь тоже, конечно, фактор УДКБ мешает. И поэтому вот эта тема выхода из УДКБ, она становится все более и более актуальной. Хотя, конечно, риски выхода из УДКБ тоже никто не отменял. Естественно, и, ну, как бы, еще один вопрос, который, ну, еще одним соседом и серьезным соседом Армении является Иран. Я не знаю, насколько в Армении эта новость сейчас обсуждается. А именно отставка Алиша Амхани в Иране, секретаря Совета Безопасности. Ведь это на самом-то деле такая ключевая штука, потому что фактически получается, что группировка сына Рахбара одержала верх, ну, окончательно или нет, вопрос. По крайней мере, кто пришел на место Чамхани Ахмадриан, это вот из того же генерала, близких человек генерала Сулеймани и, конечно, самого Амхани-младшего. Это обсуждается в Армении? Это новость для Армении? Или же, знаете, я вот такое многословие сделаю. Или до сих пор новость, главная новость, все-таки, на которую смотрят в Армении, это новости, которые происходят в Москве, а в Тегеране в меньшей степени? Ну, я бы сказал, вот эти несколько дней главные новости, это то, что происходит в Брюсселе, Вашингтоне, Москве, Ельбане, Баку. То есть все, что связано с арабахским регулированием. И на этом фоне, да, вот эта новость, она несколько, ну, как бы, померкла. Ну, специалисты, я думаю, следят и знают о том, что там происходит. Но, в целом, конечно, Иран очень важная страна для Армении. И вот недавно был опрос армянского общественного мнения, какие страны являются союзниками Армении. И там на первом месте была Франция. И на втором, третьем, я сейчас уже не помню, кто впереди, но с очень такими, как бы, близкими результатами, Россия и Иран. По-моему, Иран даже больше. И на четвертом месте США. То есть вот такая достаточно странная картина, но она выражает, мне кажется, динамику. То есть Россия, которая раньше считалась составным союзником, она, ее роль падает. А Иран, он более-менее стабилен. Потому что у Ирана с Арменией, независимо от идеологических каких-то различий, да, понятно, что там Исламская республика, в Армении демократия, которая, как бы, очень старается полностью показать свою приверженность демократическим ценностям. Но при этом есть очень важные геополитические интересы в том, что касается Южной Армении, да, в том, что касается Сюникского региона и этого так называемого коридора, который Азербайджан и Турция, и Россия практически хотят пробить, вот этот коридор абсолютно не выгоден ни Ирану, ни Западу. И поэтому здесь, опять-таки, несмотря на все остальные разногласия между Ираном и Западом, есть такое взаимопонимание в том, что Армении нужно помочь с тем, чтобы, как бы, в Сюнике не происходили какие-то, ну, непредсказуемые события. Поэтому, с одной стороны, Иран инвестирует в Сюник, с другой стороны, США и Евросоюз инвестируют в Сюник. Был момент, когда Иран очень так жестко отреагировал на требования Азербайджана по поводу этого Зангизурского коридора, и, по сути, был такой кризис в отношениях Ирана и Азербайджана, даже говорили о возможности военного столкновения. Конечно, там понятно, что Армения – это не единственный фактор, там много других факторов, и религиозный фактор, и вопрос этнических Азербайджанцев в Иране и так далее, и так далее. Но, во всяком случае, вот в этом отношении Иран, в отличие от России, это более такой, воспринимается как надежный союзник. Он не очень много чего обещает, там нету каких-то формальных союзнических отношений между Арменией и Ираном. Но при этом, вот в том, что касается Южной Армении, там интерес Ирана абсолютно очевиден. И, конечно, для Армении было бы очень выгодно, если бы произошло вот какое-то сближение Запада и Ирана. Да, вот эта ядерная сделка, о которой много говорилось на нее, очень много надежды вылагали в Армении, к сожалению, это не произошло. Но вот, может быть, те перемещения вот внутри политической элиты Ирана, которые мы сегодня видим, может быть, это в конечном итоге поможет тому, чтобы какой-то был. Потому что мы видим, что, например, Иран и Саудовская Аравия вроде бы договорились, да, и в целом идет процесс нормализации отношений между Ираном и странами Арабского залива. И это, конечно, позитивно, потому что если вот этот накал в отношениях Запада и Ирана спадет, я думаю, для всего региона это будет очень серьезный такой фактор, который способствует стабильности. Ну и плюс это немного способствует тому, что Иран и Россия отдалятся друг от друга, что, конечно, тоже, я думаю, будет полезно нашему региону. Но, к сожалению, пока вот очень сложно вообще предугадать, что там будет. Все-таки Иран, ну, вы знаете, да, это такая страна, где даже специалисты по Ирану не всегда понимают, что происходит и куда все идет. Да, достаточно сложная страна, если мы говорим об Иран на арабском регулировании, Нашам Хани был ключевой фигурой там. Это он вел переговоры и так далее. Знаете, Читовски не хочется вас отпускать, вот честное слово, очень не хочется, но на этот раз придется с обещанием того, что вы скоро вернетесь. Огромное вам спасибо. Спасибо вам, был очень интересный разговор и, надеюсь, еще встретимся. Большое спасибо, дорогие друзья, за очень интересную беседу. Всего доброго. До новых встреч.